Вы были ранены в Нормандии? Так точно, сэр. В ногу, сквозную. Рота Изи потеряла там 24 бойца. Так точно. 17 из них были в самолёте командира моей роты. Его сбили при высадке. И в тот же день командиром назначили вас. Совершенно верно. Всем вернуться на прежней позиции. Не прекращать огонь! В Голландии вас повысили до замкома батальона. Так точно. Отняли у вас роты. Да, там я сделал посадку. Последний выстрел. Последний за всю войну. Так точно, сэр. И даже бастоль вы прошли не стреляя? Именно так, сэр. Но при этом всё время были на передовой. Так точно. По-моему, нет сложнее испытания для командира, чем бездействовать в таких условиях. Но мы прорвались. Ищите укрытие! Все в окопы! Все в укрытие! Ищите укрытие! Быстрее! Все в окопы! Почему вы просите перевезти вас? Простите, сэр. Я спросил, почему вы хотите бросить своих людей? Это не совсем так, сэр. На Тихом океане война ещё продолжается, и я могу оказаться полезен. Хотите получить свою дивизию? Никак нет, сэр. Карьеру в армии продолжать не собираетесь. Нет. Точнее, не знаю, сэр. Если вы считаете, что вам нужно больше боевого опыта или звёзд на каске, отвечу следующее. Вы и так сделали достаточно. Благодарю, сэр. Но я не ставил перед собой такой задачи. Майор, я согласился на эту встречу из уважения перед вашими заслугами и 101-й воздушно-десантной. Если её отправят на Тихоокеанский театр военных действий, вы будете командовать батальоном. Благодарю, сэр. Скажу открогенно, ваши бойцы заслужили иметь вас в качестве командира. Так точно, сэр. Благодарю вас. Таким образом, мне пришлось остаться в Австрии, ожидая приказа и стараясь следить за бойцами, которым не с кем было драться. Продолжение следует... Продолжение следует...